Добрый вечер! Растут ноги вообще. И почему они порой, по мнению болельщиков, такие кривые у наших футболистов и этой проблемы? Мы позвали человека, которого в нашем Приморском крае знают все, который занимается и живет футболом на протяжении последних, наверное, уже 50 лет. Юрий Семенович Балабонкин. Сейчас инструктор-методист краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Юрий Семенович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и первый вопрос. Смотрите чемпионат Европы. Как вам начало его? Ну, события такие, конечно, пропустить невозможно. Вся спортивная общественность, не говоря о футбольной, ждут этих событий. Тем более с коронавирусом мы пропустили сегодня. И все в ожиданиях, конечно, уставились в телевизор. Ну, сразу сказать, что ожидания оправдались. Ну, сегодня, наверное, рано об этом говорить. Ну, немножко наша сборная по ряду каких-то причин, я думаю, не показала тот уровень, от которого ждали все болельщики. Да, люди, конечно, разочаровались. Кто-то махнул рукой, что, как всегда, у нас команда что-то там у нее не ладится. Но я думаю, что по одной игре мы не будем делать быстро текущих выводов. Да, мы подождем развитие дальнейших событий. Хотя, ну, первая игра, она, скажем так, мягко не впечатлила. Действительно, игроки сборной после матча сказали, что Бельгия не космос, ничего особенного. Но, мне кажется, Бельгия играла настолько уверенно, что это не имело основания. Такие выражения. Знаете, я тоже посмотрел очень внимательно эту игру. Что такое космос? Космос – это что-то сверхъестественное и так далее. Нет, сверхъестественного – нет ничего. Команда очень добротная, очень играла грамотно, да. Каждый знает свой маневр, ждала своего шанса, да. И футбол устроен так, но кто-то все равно допустит ошибку. Они нам не простили ничего, что мы там играли, да. И, в принципе, ситуация, они владели на протяжении всей игры. Наши ребята там пытались какие-то потуги, но ничего создать так и не смогли. Просто, наверное, эта игра показала наш на сегодняшний день уровень футбола. Хочу в этом ошибиться, но, конечно, большая разница в классе была очевидна. Что нужно сейчас, чтобы его как-то изменить? Возможно, что это делать целенаправленно, без поддержки государства? Вы смотрите, да, уровень жизни вообще определяет все сферы нашей жизни, да. Я думаю, и футбол тоже. Футбол – это, ну, такая лакмусовая бумажка, тоже состояние нашего общества, я считаю, да. У нас очень люди по-разному живут, по-разному живут. Если там раньше там у пацанвы не было шанса пробиться, там, как только, может быть, через спорт, через свой труд, то сегодня очень много есть людей состоятельных, которые, ну, добиваются определенных там вершин финансов, благополучия, и, наверное, больше им ничего не надо. Спорт, он подразумевает нечто другое. Это не деньги даже, да, это постоянное совершенство, да, постоянное стремление, да, чтобы добиться цели, да. Это как только человек остановился, он только подумал, что что-то достиг, это все, человек уже, ну, дальше не прогрессирует. Что у нас в Приморье сейчас с футболом, в том числе и с детской, вообще с этой футбольной пирамидой, на ваш взгляд? Вот смотрите, у нас с футболом двоякая картина. У нас очень много сейчас есть детских секций, да, которые, ну, там, малыши, там, ну, от трех, от четырех лет, от пяти. Это все здорово, очень хорошо, что с детьми занимаются тренеры, да, через футбол, через мяч. Я думаю, это группы начальной подготовки спортивной, в которой, ну, дети могут научиться бегать, научиться прыгать, научиться падать, что-то с мячом, какие-то действия. Потом дети подрастают. Подрастают, нужна, получается, уже игровая практика, нужны больше объемы нагрузок, нужны базы больше. Если они сейчас тренируются на маленьких площадках, которых у нас достаточно в школах, далее у нас тупик, да, у нас стадионов в городе нету. Детям, вот, которые доходят до 14 лет, когда начинают играть на полное поле, ну, у нас просто, ну, нету возможности этих всех ребят возместить. Вот здесь начинается разочарование у детей тоже. Куда пойти, да, кого-то убирают на запад, кто-то уезжает самых техничных, кто-то идет к нам в школу, да, а по большому счету, ну, детей много, много. А вот дальше вот пирамида, она вот останавливается. Плюс у нас еще не было команды, да, профессиональной. Ну, вообще, это без цели, без цели, да, стремиться, вот, когда рядом не пощупать, что это такое, это сложно, конечно, ребята. Плюс, конечно, люди у нас отсюда идет, отток населения, да, родители приглашают, сразу уезжают. Сегодня у нас может быть добротный клуб профессиональный, может быть добротный клуб при желании наших властей, наших, ну, спонсоров, наверное, которые. И период, например, какой-то надо выбрать, за сколько лет мы это можем сделать. Но эту задачу надо поставить и целенаправленно к ней идти. Футбол, если мы говорим о высшем мастерстве, это селекция, да, надо родиться футболистом, голова должна думать по футбольному. Можно учить сколько угодно, если ребенок, ну, не воспринимает, он до определенного уровня будет играть, а первенство края, может быть, выше не поднимется. Сегодня мы все наших ребят только отдаем. Поэтому, если проводить селекцию хотя бы на Дальнем Востоке, значит, надо детей отбирать, это нужен интернат, который у нас был, где бы дети могли спокойно учиться, спокойно тренироваться, где бы их кормили, да, очень немаловажный фактор это питание. Если у нас ребенок приходит, не знаешь, поел он или не поел, родители накормили, не накормили, что с него можно требовать. На Дальнем Востоке был период, была наша эра, когда был интернат, сейчас Хабаровская эра, например, Хабаровск сегодня у нас, ну, законодатель мод, потому что у них есть профессиональная лига сейчас ФНЛ, сейчас они сделали вторую лигу, да, они, у них есть спонсоры шикарные, у них есть база. Вот что сделал Хабаровск, это они построили стадионы, у них есть коммерческие клубы, да, они пошли по правильному пути. А сегодня мы в этом отношении проигрываем. Они вот наших ребят приглашают, ну, и мы не то, что не можем. Футболистов или тренеров? Футболистов, детей. А, детей уже стали забирать, да, у нас Хабаровск. Да, 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 Хабаровск уже интерес проявляет нашим ребятам, и они правильно работают, в принципе. Родители выходят. Да, да, они родителям там предлагают особые условия, там они родители переезжают, чуть ли там находят какие-то точки взаимодействия. Поэтому талантливый мальчишка, ну, это вот, его надо разглядеть, а потом долго-долго его правильно тренировать и воспитывать, да, тогда он может вырастить. Плюс постоянное, конечно, обучение тренеров. Тренеры должны стажироваться, должны обучаться, должны расти. Все равно каждое соревнование, это тренер там что-нибудь подглядывает, чему-то учится, смотрит постановку вопроса, как это. Ну, неужели вот за то время, сколько работает Центроподготовки уных футболистов, сейчас КШОР, не нашлось вот молодых ребят, которые захотели стать тренерами, которые горят этой работой и готовы прийти и работать? А я вам отвечу на этот вопрос. Вы думаете, я не приглашал к нам тренеров, да? Я приглашал молодых ребят, которых видел перспективу, кстати, вот Решетник Ряхин, мы их пригласили, я тоже разговаривал, они пошли по этому пути, они увидели. Многие тренеры работают, я же сейчас говорил, в коммерческих структурах, зарплата там с нашей не сравнится, когда они слышат нашу зарплату, ну, я думаю, они говорят, Семенович, ну, извините, за эти деньги мы прожить не можем, да? Здесь же не только за деньги работают тренеры, работают за идеи, работают, потому что давно работают, где-то по инерции, ну, в хорошем смысле слова. Вы сказали, что очень многое зависит от родителей, раньше в союзное время все приходили со двора, вот вы сами в футбол как пришли? Я, по большому счету, попал в спортивную школу, ну, лет 13, а так все с улицы было, и вот у нас было на колхозной, где сейчас у нас зал гимнастики была, школа, отличная школа, вот эти корты были, которые у нас за Динамо, где сейчас стоит Манеж, стадион Юность был. И мы отлично тренировались, советское время было, мы постоянно выезжали на соревнования на Запад, я помню, Грозный, там, Нальчик, Лобинск соревнования были, постоянно находились деньги, мы были постоянно на сборах, да, я уже смеюсь, у меня, у нас питали пельмены, у нас на Фокино была пельмена, если помните, да, и были талоны, да, вот эти талоны, да, у меня в классе, у меня все девчонки, это шоколад ели, я приносил шоколад, потому что я дома питался особо, шоколада наберешь, там, всем раздавали, ну, было время такое довольно, не то, что беспечное, оно беззаботное, да, все тренировались, все бежали, чтобы на тренировку опоздать, я думаю, ну, не было, было, родители никого не возили, может, мы постарше были, бояться было некого, там, чтобы там движения такого не было, транспорт ходил нормально, там, каких-то, ну, моментов, каких-то ограничений, их тоже не было, а футбол, вот, в спортивной школе, да, у нас тоже лучшие ребята, постоянно были соревнования, кожаный мяч, я помню, отлично кожаный мяч, помню, когда у нас вся вторая речка, команд 8-10, у нас было поле на Бородинской поле было, где 61-я школа была поле, где сейчас 60-я школа была поля, да, вот прямо вот шли команды, вот прямо Перинста района проходилось, команд, наверное, 20 на стадионах этих играли, потом выезжали на Шамару, вот это, где сейчас аэродром, там были поля, палатки ставили, там жили, было время, такое лето прилетало очень беспечно, на Перинста края были соревнования, тоже шикарные, там, выезды были, было, все как-то более, ну, продуманно, никакие родители в этом не участвовали, это все было, сегодня, да, без родителей мы бы никуда не делись, но, сами понимаете, родители тоже, они, если что-то дают, тоже, ну, могут и спросить, конечно, за это, поэтому тут тренерам мы всегда говорим, не попадайте в зависимость от родителей, надо на соревнования, надо ездить, но за чьи деньги? За родителей, да, тренер за чьи деньги тогда поедет, особенно там, ну, наверное, за свои тоже он не поедет, сейчас у нас в школе, правда, мы сделали, если хоть команды едут за счет родителей, то тренера отправляем мы за счет школы, да, хоть как-то, чтобы не попадать в зависимость от родителей, и родители хотят, чтобы их дети больше играли, вот тоже, тоже неугомонно, я им шляпу перед ними снимаю, но, в принципе, они вот у нас молодцы, но это все лет до 14, потом дети вырастают, родители опускаются на землю, понимают, кто что-то, ну, там уже все. Ну, и уже родителям дети могут что-то сказать, да, слушай, папа, иди ты со своим футболом, хочу быть музыкантом, играть на скрипке. Ну, это сложный период, вот как раз они вырастают, вот интересно на них смотреть, да, они какие были, какие становятся, что они там косячили, что там потом, да, мы это не делали, ну, не делали, конечно, не делали. Вы верите, что придет на нашу улицу праздник? Конечно, верю, как по-другому жить-то, конечно, верю, у нас очень много талантливых ребят, да, талантливых тренеров, конечно, придет, мы русские, мы очень упертые, да, упрямые, да, и мы своего добиваемся, все-все впереди, все в ихних руках, на головах, ногах, потому что будем надеяться, что все-все самое лучшее впереди.